Возложение венков к вечному огню и традиционное восхождение по ступеням Мамаева-Кургана. 2 февраля отмечалась 71-я годовщина победы советских войск под Сталинградом. Победа, которая определила исход всей Великой Отечественной войны. Празднование 71-й годовщины освобождения Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков по традиции началось на площади павших борцов. Ветераны Великой Отечественной, участники Сталинградской битвы, представители областных и городских властей, делегации из разных городов и зарубежных стран, Сотни людей пришли сюда, чтобы отдать дань памяти защитникам города-героя. Как дань уважения подвигу советских солдат к вечному огню легли цветы и венки. Памятные мероприятия продолжились на главной высоте России. 200 ступеней от подножия Мамаева-Кургана до его вершины по числу дней и ночей, которые длилась легендарная битва. Ветераны и сегодня проходят не дрогнув. А вместе с ними все, для кого 2 февраля – особый день, кто бережно хранит память о той далекой уже войне, что не обошла стороной ни одну семью в нашей стране. Петр Борисович Поликарпов каждый год приходит на Мамаев-Курган к могиле Василия Ивановича Чуйкова, с которым он встречался во время службы в Германии. И до сих пор он помнит слова великого маршала об особом сталинградском характере. «Последние его слова были такие – «Сталинградцы никогда ни перед какими трудностями свою голову не склоняли. У меня волос с дымом поднимался, ноги ходили. Так что «Сталинград» для меня – это все». Благодаря этому характеру и выстояли 71 год назад советские солдаты. И тем, кто выжил в мясорубке войны сегодня – особые слова признательности и благодарности. Будущие поколения всегда будут подвиг советского солдата помнить и чтить каждого, кто принимал участие в великом сражении под Сталинградом. И кто завоевал для нас мир и свободу. Наши солдаты, наши офицеры, наши генералы столько приложили старания и весь наш народ, чтобы победить. И, конечно, Господь благовалил, потому что испытания выдерживают только самые сильные. А сильные духом, защищая свою родину, свои семьи, показали, что мы непобедимы.